У нас сегодня в университете такой достаточно ответственный день с точки зрения приема абитуриентов, которые поступают на очное и очно-заочное бюджетное отделение. Сегодня последний день подачи оригиналов в первую волну и в 18 часов вечера он будет завершен и фактически мы уже полседьмого будем знать тех ребят, которых 3 числа мы зачислим и фактически уже 80 процентов абитуриентов научно-бюджетное отделение послезавтра будет зачислено по итогам сегодняшнего дня. Выбор образовательного направления и вуза это по сути тот вектор, который может определить всю дальнейшую жизнь. Кто-то делает его автоматически, кто-то приходит к решению путем долгих размышлений, за кого-то выбор делает сама судьба. Но в любом случае для каждого абитуриента эти летние дни время перезагрузки и первых шагов к своей цели. А как правильно шагать, представители руководства университета Лобачевского рассказали на встрече с поступающими и их родителями, собравшимися 1 августа в актовом зале ННГУ. Это один из самых серьезных выборов, которые человек вообще в своей жизни делает. понять, с какой областью знаний связать свой будущий профессиональный путь. Поэтому мы постараемся быть максимально искренними друг с другом, чтобы максимально донести информацию и получить от них информацию. В общем, я думаю, что в диалоге мы найдем истину и поможем ребятам сделать правильный выбор. Чем знаменит Нижегородский университет? Как здесь учиться? Какая стипендия полагается студентам? Ответы на эти и многие другие непраздные вопросы – своего рода инструкция, без которой сориентироваться в многоуровневом пространстве ННГУ невозможно. Но на свой главный вопрос, куда поступать, ребята-абитуриенты ответ уже получили. Конечно, в университет Лобачевского. Потому что здесь… Здесь получается действительно качественное образование, и что оно ценится. И работодателями также можно найти хорошую работу. Считается Лобачевский очень престижным вузом, и я решила пойти сюда. Меня интересует учебный план, то есть, какие мне будут давать знания, какие здесь преподаватели, как мне будут их подавать, в каком… Ну, в школе же все равно это все по-другому. Вот. Вот это вот интересно. Мы дали ей право выбора, просто направление, как бы ориентиры, в каком направлении двигаться. Она все-таки сделала акцент на то, что ей нужна химия. Ну, а мы, со своей стороны, какие вузы дают более фундаментальные знания и, как говорится, путевку в жизнь. Я сразу узнал, что пойду именно в Лобачевского, потому что это самый лучший вуз, наверное, в области. Здесь самое качественное образование, и вот в этом только убедился, когда в течение 11 класса посещал другие вузы, смотрел, ознакомливался с условиями, с учебным планом, пришел к выводу, что поступать я буду именно сюда.